Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен жизни Вики Романец после Дома-2. Бывшая участница проекта рассказала в интервью о том, как живет после ухода с проекта. Как вы помните, Романец на протяжении долгого времени строила отношения на проекте с Андреем Черкасовым, но свадьбы поклонники этой пары так и не дождались. Забрал Вику с проекта другой мужчина, Александр Липовой. Потом стало известно, что у него есть возлюбленная. Вика рассказала в интервью, как же все было на самом деле. Романец решила уйти с проекта, на котором пробыла год и семь месяцев, потому что решила двигаться дальше. Она хотела уйти еще в конце января, но потом появилось предложение сняться в клипе. Потом она сломала ногу и осталась дальше. Вика рассказывает, «Мне кажется, что на Доме-2 должно быть так. Пришел, построил отношения. Если не получилось, то что сидеть дальше? Я так и поступила». Рассказала Вика и про свой уход с проекта клиповому. «У нас с Александром только дружеские отношения. У него есть девушка, у них безумный роман и мы с ней знакомы. Так что мы никого не обманывали. У нас не было никакой любви, только партнерские отношения». Так что получается, что роман Вики с Липовым ее поклонники сами и придумали. О своем нынешнем молодом человеке Вика умолчала. «В моей личной жизни все хорошо, даже очень», сказала девушка. «Но я поняла одно правило – счастье любит тишину». Также романец не могла обойти тему, которая касается ее отношений с Андреем Черкасовым. Вика сказала, что Андрей – прекрасная пара для того, чтобы быть вместе на проекте. Но в реальной жизни ему кое-чего не хватает. «В Андрея я нашла доброту, заботу, нежность», сказала Вика. «Но вне проекта эти качества уходят на второй план. Главным становится материальная база. Человек должен крепко стоять на ногах». «Я вовремя поняла, что Андрей не стоит моих переживаний. К Черкасовым сейчас она не поддерживает отношения. У них нет общих тем для разговоров». Также выяснилось, что собаку Монику, которую Вика оставила Андрею, девушка купила за свой счет. «Я говорила всем, что это от него подарок. На самом деле это не так. Для меня было позором, что мой молодой человек не может купить собаку за 60 тысяч рублей». Также оказывается, Черкасов нередко путешествовал за счет Романец. Вику возмутил эпизод из недавнего эфира, в котором Андрей хвастался перед Стеллой Монасыповой, его нынешней девушкой, что недавно побывал в Париже. Ведь на самом деле всю поездку ему оплатила Романец. Вика рассказывает, недавно видела, как он говорил своей новой девушке. «Вот ты не была в Париже, а я был. Мне так хотелось добавить, за мой счет». Вика одобряет новый выбор Черкасова, но при этом не упустила случая подколоть его возлюбленную. «Я рада, что Черкасов нашел девушку попроще. Она симпатичная, меньше понтов, приятная в общении. Я им желаю счастья». Также в отношениях с Андреем Вика поняла, что если мама слишком властная, то ничего не получится. Андрей требовал повышенного внимания к его маме, рассказывает Вика. «Когда мы хотели пожениться с Андреем, это она сказала, что мы не сможем жить на 60 тысяч. Пришлось свадьбу отложить». Романец рассказала о своих творческих планах. В карьере Вика не хочет достигать запредельных высот. Она просто хочет участвовать в проектах различного плана, фотосессиях, съемках, музыкальных проектах, которые позволили бы ей спокойно дозаработать на квартиру. А квартиру она хочет купить уже в ноябре. Потом уже можно будет подумать о семье и детях. Своей внешностью Романец сейчас абсолютно довольна и ничего менять в себе больше не собирается. Ей достаточно и тех перемен, которые она осуществила за последние годы. Увеличила грудь, исправила нос, у стоматолога сделала голливудскую улыбку, нарастила волосы и накачала губы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.